Пожар на заводе растительных масел был ликвидирован в кратчайшие сроки благодаря профессионализму лобнинских пожарных. Тему продолжит Лариса Панина. Пожарных привычнее видеть среди огня и строй воды, гасящих пламя. Именно так было и 22 апреля этого года, когда на территории завода растительных масел произошел пожар. В результате возгорания в цехе водоподготовки огонь быстро распространялся на кровлю и в смежные цеха. Возникла угроза охвата пламенем всего здания, а это было чревато возгоранием с последующим взрывом емкостей, с готовой продукцией и сырьем для изготовления растительных масел. Пожар неизбежно вел к уничтожению здания и производственных мощностей, соответствующими внушительными материальными потерями не только на территории производства, но и на территориях соседних организаций, так как предприятие находится в промышленной зоне города. Возможно, не удалось бы избежать и потерь человеческих жизней. Это слова из обращения руководства предприятия к министру МЧС Пучкову и начальнику главного управления МЧС России по Московской области Политыкину. В нем также слова благодарности пожарным, победившим огонь. И благодаря только слаженным действиям караула во главе с руководителем тушения пожара Захарова, а также всем личным составам удалось избежать трагедии, которая могла привести там большим размером пожара, а то и гибели людей. Высокую награду начальнику караула номер 3 ПЧ-82 Максиму Захарову медаль МЧС России за отвагу на пожаре вручили торжественно перед всем личным составом подразделения 16 октября. За отвагу, самоотверженность, личный вклад, высокий профессионализм – звучали слова из приказа министра. Очень доволен своими ребятами, четко, слаженно отработали. Ну, в общем, в принципе, вот это и есть за все заслуги. Могут произойти взрывы, потому что мы выносили оттуда баллоны с азотом. Опасность в том, ну, угроза взрыва в основном. Распространение пламени как бы предотвратили, то есть по прибытию сразу. Караул номер 3 ПЧ-82 первым прибыл к месту пожара. Всего семь человек. Сработали профессионально и четко, не допустив распространения огня по кровле зданий еще до прибытия пожарных из соседних городов. Начальник отделения надзорной деятельности по городу Лобни Денис Березин в момент пожара, также находившийся в эпицентре происходившего, отметил профессионализм караула номер 3 и его руководителя. Денис Березин вручил коллективу ПЧ-82 от имени руководителя компании «Алтико» в благодарность за спасение предприятия Мойкул Керхер, чтобы пожарные машины всегда были чистыми и красивыми. Еще одна награда – почетная грамота от патриарха Московского и всеяруси Кирилла за понесенные труды по организации и проведению торжеств, посвященных празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, ожидает сотрудника ПЧ-82 Владислава Трушкина, который в июльские дни нес службу в Сергиевом посаде по обеспечению пожарной безопасности в Дни Великих Торжеств. Лариса Панина, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.